Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Заместитель министра экономики Республики Беларусь Чеботарь Юрий Адамович Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Ломакина Алла Леоновна Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Бубенчик Елена Александровна Уважаемые коллеги Форум можно сказать открытым, назвать открытым и надеемся, что он поистине станет надежной и плодотворной площадкой для налаживания сотрудничества и тесных экономических связей, передовых идей, перспективных предложений В этой связи позвольте начать с приветственного слова председателя Гродненского областного исполнительного комитета, руководителя нашего Гродненского региона Кравцова Владимиру Васильевичу слово Добрый день, уважаемые дамы и господа Позвольте мне искренне приветствовать участников пленарного заседания Международного бизнес-форума Еврорегион Неман-2018 Встречаться в сентябре в Гродно, на Гродницкой земле у нас уже стало доброй традицией Напомню, что наше сегодняшнее мероприятие проходит в рамках реализации заключенной еще в конце 90-х годов прошлого столетия соглашения о создании Трансграничного союза Еврорегион Неман Участниками которого являются Гродницкая область, регионы Республики Польша, уезды Литовской Республики, регионы Калининградской области Российской Федерации Основная цель нашего форума это выработка эффективных механизмов интеграции Гродничины, ее районов, международное экономическое пространство, поиск деловых партнеров Активизация инвестиционной деятельности, а также укрепление хозяйственных, культурных и гуманитарных связей между приграничными территориями Практика показывает, что экономический форум это эффективная площадка для обмена мнениями, налаживания новых деловых связей Его проведение способствует более конструктивному общению в рамках поиска возможных путей сотрудничества, реализации инновационных проектов, привлечению инвесторов и партнеров Такие встречи дают возможность не только предоставить информацию об экономическом потенциале территории Гроднинской области Но и найти взаимовыгодные варианты взаимодействия и сотрудничества с партнерами Перенять лучший опыт у соседей Да и просто лучше познакомиться и пообщаться Послушать советы, рекомендации делового бизнеса, деловой среды Как улучшить инвестиционный климат А общение деловых людей, профессионалов, которые будут происходить на нашей площадке Это безусловно обязательно принесет свои результаты Конечно, мы продаем особое значение тесному сотрудничеству приграничных территорий, которых я уже называл Но вместе с тем, в последние годы к нашему форуму присоединяется все больше партнеров из других стран, государств С которыми мы имеем соответствующее соглашение или намерение их заключить И я сегодня с удовлетворением и с удовольствием приветствую и всех партнеров, всех гостей Которые прибыли к нам из других государств И в том числе с огромным уважением к дипломатическому корпусу, который здесь присутствует вместе с нами Мы надеемся, что проводимая в рамках форума работа принесет свои результаты А плодотворная и конструктивная дискуссия послужит основой для длительного взаимовыгодного сотрудничества Желаю всем вам, всем нам успешной работы Спасибо Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за приветственное слово Уважаемые коллеги Наверное, первый вопрос, который вызывает всегда о нашей стране Это вопрос о сложившемся инвестиционном климате И по сути у нас главную ключевую роль в формировании благоприятного инвестиционного климата Как в Республике Беларусь, так и в частности в Гродневской области Играет Министерство экономики Республики Беларусь В этой связи приветственное слово я представляю заместителю министра экономики Республики Беларусь Чеботарю Юрию Адамовичу Уважаемые дамы и господа От имени Министерства экономики Приветствую вас на этом международном форуме Я искренне благодарен организаторам за приглашение Возможность участия, познакомиться и побеседовать С важными не только для региона инвесторами, но и для нашей страны Ну и конечно еще и поучаствовать в праздницах по случаю Дня города В рамках официального протокола Позвольте зачитать приветственный адрес от министра экономики Республики Беларусь Уважаемые участники форума От имени Министерства экономики Республики Беларусь Приветствую вас на международном инвестиционном форуме Еврорегион НЕОМАН-2018 За прошедшее время серьезно укрепил свой авторитет Зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена мнениями Обсуждение возможностей ведения бизнеса в нашей стране Формирование инициатив по сотрудничеству с иностранным бизнесом Гродненская область – важный и динамично развивающийся регион Уникальное географическое положение, богатая ресурсная база Профессионализм человеческого капитала, развитый транспортно-логистический и промышленный потенциал А также насыщенная туристическая инфраструктура привлекает к Гродненскому региону Все больше международное внимание Подтверждение тому возрастающее с каждым годом число участников форума Уверен, что форум послужит импульсом к реализации совместных проектов Генерации новых идей и заключению взаимовыгодных контрактов А также позволит расширить возможности для эффективного сотрудничества И привлечения инвестиций в Гродненский регион Желаю участникам плодотворной работы, новых идей и успешных проектов Министр экономики Республики Беларусь Дмитрий Николаевич Крутой Ну и позвольте пару слов тоже от себя Как уже было отмечено, Беларусь динамично развивающаяся И заинтересованная в сотрудничестве с любым инвестором Внутренним или иностранным государством Это подтверждается очередным проведением данного форума В котором Министерство экономики принимает постоянное участие Хочу отметить, как из года в год форум растет и набирает свои обороты Это, что важно, что то, что это приумножает общий пансессуал нашей страны Приятно видеть, что Гродненская область в числе лидеров среди регионов В организации работы в этом направлении и достижении желаемых результатов Правительство Беларуси продолжает проводить активную политику преобразований Содействуя деловой активности национальных и зарубежных компаний Укреплению рыночных институтов Многие констатируют, что в нашей стране созданы максимально возможные благоприятные условия для любых инвесторов Но мы уверены, нет предела совершенству и стремимся к достижению еще более высоких результатов В Беларуси действует прогрессивный закон об инвестициях, разработанных совместно с МФК Мы подписали более 60 международных соглашений о поощрении инвестиций и защите Наша страна полноправный член многостороннего агентства по гарантиям инвестиций Все это гарантирует защиту инвестора и страхование от рисков по принятым международным стандартам С 2006 года Беларусь регулярно входит в пятерку стран-лидеров, реформаторов среди стран всего мира А в международном рейтинге ведения бизнеса мы поднялись на 37 место Задача в перспективе занять место в 30 Для обеспечения понятных и стабильных условий сейчас мы идем несколькими направлениями Во-первых, обеспечивается стабильное налоговое законодательство Главой государства установлены моратории на изменения в этой сфере Одновременно ведется работа по существенному упрощению налогового кодекса Во-вторых, упрощение администрирования при введении бизнеса Ведется работа над проектами указа в Министерстве экономики По упрощению административных процедур для юридических лиц В том числе в части лицензирования Также мы ведем работу по корректировке ряда норм законов важных для инвесторов Закон об инвестициях в части возможности отказа государства от судебного иммунитета О приватизации в части необратимости приватизации и сокращения по сделкам срока исковой давности О хозяйственных обществах Здесь вообще прорабатывается целый комплекс прогрессивных изменений На заключительной стадии корректировка декрета номер 10 Мы ждем принятия этого документа в ближайшее время Надо отметить, что инструмент инвестиционных договоров Договоров очень оправдал себя и эффективен На сегодня в Республике Беларусь завершено более 700 инвестиционных договоров Почти на 5 миллиардов долларов США В работе почти 400 инвездоговоров на 20 миллиардов долларов США В завершении хочу отметить, что Беларусь открыта для инвестиций и сотрудничества Инвестиционная политика страны направлена на создание равных, недискриминационных условий Осуществления инвестиций для всех инвесторов Ну а в рамках работы форума призываю в том числе сосредоточить внимание На ряде следующих важных задач страновых Главой государства поручено обратить внимание на города с численностью свыше 80 тысяч человек В Городинском регионе это город Лида Поэтому хотелось бы, чтобы инвесторы обратили внимание и на этот город Изучили его потенциал и приняли решение работать там тоже Второе, с учетом ввода в эксплуатацию белорусской атомной электростанции Мы призываем инвесторов поработать в направлении электроемких производств Ну и третье, также можно с уверенностью констатировать, что в Гродненском регионе Формируется деревообрабатывающий мебельный кластер А также потенциально просматривается кластер в области туризма Это тема для работы соответствующих профильных инвесторов Уверен, что нынешний международный форум послужит импульсом к реализации совместных проектов Генерации новых идей и заключению взаимовыгодных контрактов Спасибо Спасибо большое, Игорь Адамович, за приветственное слово Вы еще раз нам подтвердили, что Гродненская область это действительно динамично развивающийся регион Хотелось бы отметить, что наряду со всеми конкурентными преимуществами области Наш регион является передовым в агропромышленном масштабе У нас сельское хозяйство занимает третью часть валового регионального продукта области И в этой связи в том числе реализуется много значительных крупномасштабных проектов в области сельского хозяйства Наш аграрный бизнес региона также заинтересован в продолжении и налаживании сотрудничества на межрегиональном уровне Слово предоставляется заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Уважаемый Владимир Васильевич, уважаемые участники Международного бизнес-форума НЕМАН-2018 Разрешите мне от имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь А также от себя лично поблагодарить руководство Гродненского облсполкома за приглашение и возможность принять участие в этом важнейшем региональном мероприятии Которое объединяет не только белорусскую бизнес-общественность, но и зарубежных коллег и партнеров Площадка бизнес-форума – это хорошая возможность продемонстрировать открытость Беларуси как для торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, так и для развития бизнеса Большая заинтересованность сотрудничества имеет место и в агропромышленном комплексе Республики Беларусь Сегодня агропромышленный комплекс страны динамично развивается Решены вопросы продовольственной безопасности Международная продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций ФАО Относит Республику Беларусь к первой группе стран с высоким уровнем доступности и обеспеченности населения продовольствием В стране создан значительный экспортный потенциал На долю экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия приходится около 17% всего белорусского экспорта товаров Белорусские производители входят в мировые рейтинги экспортеров продовольствия И присутствуют на рынках Азии, Океании, Африки, Америки, Европейского Союза География экспорта насчитывает 80 стран мира Но несмотря на определенные достижения для того, чтобы успешно закрепиться на международных рынках Быть востребованными и конкурентоспособными Беларусь заинтересована в передовых технологиях производства продукции и продвижения продукции Сегодня привлечение иностранных инвестиций является стратегическим направлением экономической политики Агропромышленного сектора Республики Республика предлагает иностранным инвесторам достаточно благоприятные условия Осуществления инвестиций Ряд преференций Налоговые льготы Освобождение от таможенных пошлин Налога на добавленную стоимость и другие Предоставляются при заключении инвестиционных договоров Льготный налоговый режим действует в свободных экономических зонах, малых, средних городах, сельской местности Положительные примеры реализации крупных проектов с привлечением иностранного капитала есть и в Гродненской области Литовской группой компаний введены в эксплуатацию предприятия по производству компонентов для комбикормов и биодизельного топлива из животных отходов Комплекс по промышленному производству мяса индейки Немецкой компанией завершен третий этап проекта по строительству птицефабрики Голландской реализуется проект по выращиванию клубники садовой Немало успешных проектов реализовано иностранными инвесторами и в других регионах республики В части производства сельскохозяйственной продукции По выращиванию свиней, овес, производству молока, выращиванию рыбы Таким образом, Беларусь открыта для сотрудничества как в области торговли, так и в реализации совместных инвестиционных проектов Поэтому хочу пожелать участникам сегодняшнего форума успешной работы, новых идей Установления долгосрочных взаимовыгодных экономических связей, перспективных проектов И конечно гостям города, этого чудесного и красивейшего старейшего города Гродно Я хотела бы пожелать приятного провождения времени в этом городе И хочу сообщить, что уже сегодня проводится аттестационная комиссия республиканская работает И будут названы победители регулярного такого мероприятия, которое проводится на базе лучшего перерабатывающего предприятия города Гродно Это Молочный мир, акционерное общество Молочный мир Проводится конкурс «Малая родина большого сыра» И завтра на Советской площади города Гродно будет проводиться награждение победителей этого конкурса Для гостей и жителей города будет проводиться дегустация, аукцион сыра Поэтому я всех приглашаю на это приятное мероприятие И спасибо большое за внимание Спасибо большое, уважаемая Алла Леоновна, за приветственное слово Уважаемые коллеги, хотелось бы отметить, что не секрет создание благоприятного инвестиционного климата А также динамичное развитие региона любой страны Зависит прежде всего от международного сотрудничества с иностранными государствами в том числе В этой связи межрегиональное сотрудничество Гродненского региона с Литовской республикой Переоценить, видимо, невозможно И это благодаря, в первую очередь, не только Трансграничному союзу, сотрудничеству в рамках союза Но, в первую очередь, и сложившимися побратимскими связями Исторически сложившимися действительно очень давними и очень тесными У нас на территории Гродненской области осуществляют хозяйственную деятельность порядка 140 субъектов Хозяйственная с литовскими инвестициями Очень много крупномасштабных проектов в области культуры, здравоохранения и туризма Проходят у нас на территории области совместно с ближайшими регионами Литовской республики И мне бы очень хотелось сейчас пригласить с приветственным словом Генерального консула Литовской республики в городе Гродно Геннадиус Мецкалиса Уважаемый Владимир Васильевич, дорогие коллеги Другого слова я не могу найти, потому что смотрю в этот зал, который переполнен И вижу много знакомых лиц Но радует другое, что много и новых Так как еврорегион зарождался достаточно давно И мы имели такую цель, что развивать вот именно между уездами нашими Между районами соседскими какие-то взаимоотношения Экономические, туристические, культурные связи налаживать Но эта площадка переросла в более масштабный объем И мне радует, что сегодня присоединяются и другие страны к этому еврорегиону Большая заинтересованность к нему И не скрою, что вот когда смотрю на представителей нашей литовской делегации Которые присутствуют в этом зале У них за эти годы наработались не только какие-то наработки имеются Но и связи, новые проекты появились И это все благодаря тому, что вот мы имеем такой плацдарм Который стартовый площадку для нашего общения, для наших идей Даже в межрегиональном уровне, вот только что с коллегой беседовали Так перешепнули, что мы имеем шесть реальных проектов Которые интересны для наших регионов Для наших представителей бизнеса И наша задача как дипломатов Как, видите, такое обобщенное слово чиновников Помогать в этих делах Когда беседуешь с нашим предпринимателем Они так уже с улыбкой и за чашкой бокалом вина говорят Коллеги, нам не надо помогать Вы нам только не мешаете Так вот призываю всех, чтобы мы не то что помогали Просто мы не мешали А это слово такое не мешать, оно более глубокое Не мешать это значит было, чтобы все прозрачно В рамках закона все было ясные условия игры Поэтому призываю, что вот этот еврорегион Который сегодня инвестиционный форум проходит Он бы был бы, еще углублял бы эти связи Были бы они прочнее И мы имели новые и хорошие проекты Уважаемый замминистра Заметил, что есть в Гродинской области и город Лида И вот литовское присутствие И экономическое, инвестиционное Она очень сильна в этом городе Так что мы смотрим более обширно в этой, в Гродинской области Не только смотрим на Гродно Смотрим на другие регионы и районы И я желаю всем участникам этого форума Перейти к такому качественному, не количественному, а качественному подходу И я рад, что мы имеем эту возможность И сам форум, он всегда набирает только обороты Еще раз спасибо и особенно руководителям Гродинской области За то, что мы имеем такую возможность А всем нам удачи в нашей работе Большое спасибо, уважаемый генеральный консул За добрые и теплые слова Уважаемые коллеги Сотрудничество у нас ведется плодотворное Не только с близлежащим регионом Литовской республикой Но также с прямой нашей соседкой Республикой Польша Польша является для нас вторым по объему товарооборота По экспорту партнерам И это тоже переоценить действительно невозможно Ее вклад в экономику нашего региона У нас реализуется ряд Также больших, крупномасштабных проектов Порядка 100 предприятий с участием польского капитала Действуют, организуют свою деятельность на территории региона Проходят международные форумы Проходят гуманитарные различные мероприятия Образовательные сферы Ну и конечно же в сфере туризма В этой связи хотелось бы дать приветственное слово И пригласить сюда генерального консула Города Гродно Генерального консула республики Польша Города Гродно Уважаемого Ярослава Ксенжика Уважаемый господин губернатор Уважаемые члены президиума Коллеги дипломаты Представители власти Все уважаемые Присутствующие в этом инвестиционном форум Экономика это очень важная часть жизни А жизнь у нас исторически совместная Гродно исполняется в 890 лет Господин мэрнинский поклон За вами стоит очень настоящий кусок истории Ну а перед вами очень важная задача Чтобы эту историю использовать в будущем Господин губернатор тоже и на ваши руки Самые хорошие слова Эта история наша совместная Гелорусская Литовская Украинская Польская И есть с чего выбирать Есть над чем основать Современные отношения Хорошие отношения В том числе бизнесовые А при бизнесе Это самое главное Что может развиваться Тоже и культура И наука И общественный контакт Как сказал мой литовский коллега Это тоже Гиппократ Очень четко высказал Во-первых не мешать И мы бы хотели тоже сказать Что поддерживаем то что надо А не вмешиваемся там где все идет хорошо Уважаемые тоже польские делегаты Пан маршал Игдыюк Есть тоже другие люди из Польши Представители экономических компаний Я очень-очень рад что это идет таким путем И надеюсь что экономика будет нас связывать Так как нас связывает совместная история Польша очень хотела бы еще больше присутствовать Награднейщине Есть много инициатив В том числе мы стараемся Чтобы поддерживать связи между городами Этот связь города Лида С городом Ломжа В Польше В предыдущем году подписан лист О намерении сотрудничества Это тоже Насколько знаю Есть намерение подписать Такого типа письма Между городом и городом Супрашелем И белорусскими городами Но это сотрудничество Это тоже и технические условия Хотелось бы чтобы легче было пересекать границы Это проблема Я думаю что И мы об этом говорили в течение Последних визит Представителей Польши в Гродно Это вице маршал Сената Госпожа Мария Коц Это тоже работа рабочей группы По августовскому канале Пан маршал Экдиюк Пан губернатор Искович Есть много контактов И там высказано что Больше возможностей пересечения границ Может Особый коридор для безвизового движения Может Второй поезд Гродно Варшава Есть такие возможности Может новый Гранд Переход Надо это тоже решать Не только для какой-то фантазии Но для экономики Для контактов Это идет в пользу этих развития Эти контактов Конкретные дела Еще раз Искренне поздравляю всех Желаю успехов этому И следующее Фарума работы Очень много Не только для нас Но еще для наших наследников И думаю что таким спокойным путем Ищерпаю из того что было Пойдем дальше в то что Дай Бог положительное будет Большое спасибо Поздравляю всех участников С Польской Желаю как-найлепших Контактов С бiałорусскими Партнерами Вszystкого Найлепшего Спасибо Большое спасибо Уважаемый генеральный консул Мы тоже весьма надеемся На дальнейшее Плодотворное сотрудничество Как с Польшей Так и с Литовской Республикой Налаживание более тесных Продуктивных связей И реализация перспективных Идей передовых Уважаемые коллеги Сотрудничество с Российской Федерацией Наверное если сказать просто Сотрудничество ничего не сказать Российская Федерация является Основным торгово-экономическим партнером Как для Республики Беларусь в целом Так и Гродненской области в частности По своему объему товарооборота И экспорта Она занимает лидирующие позиции В экономике страны и области Крупные инвестиционные проекты В различных сферах И бизнеса И частных инициатив И гуманитарно-туристических сферах И мы обязаны признать Что это является важнейшим Импульсом для стимулирования И налаживания дальнейших контактов Воплощения их в жизнь С представителями российских регионов У нас в экономике Гродненской области Работают порядка 200 предприятий С российским капиталом И в дальнейшем, конечно, мы рассчитываем На всяческую поддержку и сотрудничество В этой связи Позвольте пригласить К приветственному слову С приветственным словом к микрофону Генерального консула Российской Федерации в городе Бресте Конякина Игоря Юрьевича Уважаемый Владимир Васильевич Уважаемые коллеги по дипломатическому корпусу Дамы и господа Прежде всего, разрешите выразить Искреннюю признательность руководству области За приглашение на это приобретшее Широкую международную соизвестность мероприятие Ну и также для нас Для представителей Российской Федерации Стало уже доброй традицией Участвовать в этом форуме Еврорегион Неман С первого дня Со своего первого форума Всегда был тем мероприятием Где российские регионы присутствуют Не только присутствуют Но и играют активную роль Беларусь была и неизменно остается Для Российской Федерации Главным союзником и партнером На прочном фундаменте дружбы и добрососедства Наши страны уверенно продвигаются По пути взаимовыгодной интеграции Политического и экономического сотрудничества Фундаментальная основа Нашего союзного государства Межрегиональные связи Сложившаяся система взаимодействия На региональном уровне Является действительно действенным механизмом Решения многих важных практических вопросов Нам в частности удалось выстроить Эффективную систему кооперации Что создает надежную базу для наращивания Деловой активности, притока капиталов В экономике обоих государств Расширение партнерки связей На уровне регионов Сегодня позволяет решать такие Вознейшие вопросы для наших государств Как импортозамещение И стимулирование Экспортоориентированных производств Символично, что Евро-регион Неман-2018 Проходит в преддверии важнейшего события В жизни наших стран Это буквально скоро В октябре месяце в начале В Могилеве пройдет уже Пятый форум регионов России и Белоруссии Где, я не сомневаюсь, будет сделан Очередной значительный шаг В развитии сотрудничества между нашими странами В том числе и на уровне регионов Свою весомую лепту В развитии межрегиональных связей Вносит Гродненская область Я уверен, наверное, что в этом году Владимир Васильевич Мы, наверное, достигнем Перейдем в планку 2 миллиарда Товарооборота И это будет действительно За делом хорошим на будущее Да, действительно, как уже было сказано Сейчас в области действует около 200 предприятий С российским капиталом Буквально за полгода статистики этого года Число инвестиций, прямых инвестиций В Гродненскую область из Российской Федерации Уже достигло более, по-моему, 35-38% И самым, конечно, весомым Значимым проектом в Гродненской области Нашего инвестиционного сотрудничества Является возведение атомной электростанции В островце И, конечно, я выражаю уверенность Что выработанные в ходе работы этого форума Идеи и предложения Послушают дальнейшие активизации Межрегиональных связей И позволят расширить возможности Для взаимовыгодного сотрудничества И в заключение Я хотел бы пожелать Форуму, Еврорегиону форуму Удачной работы Ну, а всем, конечно, участникам Выгодных предложений И успешных контрактов Спасибо Спасибо большое, уважаемый Игорь Юрьевич За добрые слова Уважаемые коллеги На сегодня можно смело отметить Что Республика Беларусь Как и Гродненская область Является открытой и доступной для бизнеса Для смелых, новаторских, передовых идей Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь В этом играет не последнюю А, надо сказать, ключевую и активную роль Оно является площадкой и генератором По сути, тем же проводником Который позволяет нашим инвесторам Наладить работу Провести форумы Как за пределами Республики Беларусь Так и на территории Республики Позвольте с приветственным словом пригласить сюда Директор, заместителя директора Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь Дашука Михаила Олеговича С презентацией условий введения бизнеса В Республике Беларусь Уважаемый Владимир Васильевич Уважаемые участники форума От имени Национального агентства инвестиций и приватизации Приветствую всех вас На этом замечательном гостеприимном форуме И действительно хотелось бы отметить Что Гронинский регион Это динамично развивающаяся область И безусловно он интересен для иностранного бизнеса Также я хотел бы отметить Что и Республика Беларусь Рассматривает бизнес иностранный Как ключевых игроков на своей территории И соответственно предоставляет для этого Все необходимые условия Буквально я хотел бы несколько слов сказать О нашей стране Во-первых в 2018 году Наша страна продолжила Рост Экономика Беларуси продолжила устойчивый рост И ВВП увеличился за 7 месяцев На 4,4 При прогнозе 2,8 Производительность труда выросла на 5 Уровень инфляции снизился до рекордных За всю историю страны показателей И это в динамике показывает Что происходит макроэкономическая стабилизация Сбалансированность экономической политики И безусловно это дополнительный стимул Для развития бизнеса в нашей стране К слову отмечу Что благодаря эффективной деятельности Правительства, Министерства экономики Заинтересованных ведомств Доверие бизнеса иностранного Растет к нашей стране И прирост Прямых иностранных инвестиций На чистой основе Составил 147% За 7 месяцев По аналогичному периоду Прошлого года Безусловно наша экономика Открыта и диверсифицирована 66% производимой продукции Поставляется на экспорт И безусловно у нас флагманы Это промышленность, сельское хозяйство Торговлевые услуги и другие сферы Что касается непосредственно доверия бизнеса Правильно заместитель министра Юрий Адамович Отметил, что у нас прилагаются все усилия Для совершенствования инвестиционного климата Для совершенствования законодательства И благодаря этому мы растем И в рейтинге Всемирного банка Doing Business, занимая 38 позицию 12 лет назад мы были лишь 106 И действительно это прогресс Это результат и доверие Со стороны международного сообщества Конечно, хотелось бы отметить Что мы обладаем Выгодным географическим положением Это подчеркивалось Я еще раз подчеркну В том числе и Гродинский регион Находится, можно сказать, на пересечении Главных экономических формаций Это и Евразийский экономический союз Членом которого является Беларусь И Европейский союз В Евразийском союзе более 180 миллионов Потенциальных потребителей Ну и Европейский союз с соседними странами Это порядка более 500 миллионов Безусловно, Гродинский регион Здесь является, можно сказать, воротами И в этой связи Просто колоссальный потенциал Для развития сотрудничества В дополнение Правительство Также уделяет большое внимание Развитию условий ведения бизнеса В части предоставления льгот и преференций Созданы все необходимые условия В части преференциальных режимов Это и свободные экономические зоны Свободная экономическая зона Гродный инвест тоже является в лидерах По привлечению иностранных инвестиций Безусловно, активная команда Выгодное географическое положение Заинтересованность в работе на результат Все подчеркивает И те преференции, которые она предоставляет Подчеркивает успешность И привлекательность Этого преференциального режима Безусловно, у нас И инвестиционные договоры Как подчеркивал заместитель министра Развит этот институт И продолжается И усиливается Заинтересованность иностранного бизнеса К заключению инвестиционных договоров Также отдельно отмечу Преференциальный режим Как малые и средние города То есть тут тоже созданы Все необходимые условия Для развития бизнеса В том числе в Гродненском регионе Это еще раз подчеркивает На заинтересованность В сотрудничестве с иностранным бизнесом Беспрецедентные условия у нас Созданы в парке высоких технологий Для развития сферы IT Буквально несколько месяцев назад Главой государства принято решение Которое расширяет, усиливает этот потенциал И позволяет максимизировать Тот потенциал, который у нас уже сформирован В том числе и хотелось бы отдельно отметить Активность Гродненского филиала Парка высоких технологий И безусловно это большой успех В развитии IT-сферы здесь, в регионе Ну а что касается цифр Цифры, конечно, говорят лучше любых Комментариев И то, что у нас мировые бренды Фигурируют как резиденты То, что у нас экспорт от IT-услуг Превысил миллиард долларов за прошлый год То, что по выручке на душу населения Мы опережаем таких гигантов Как Южная Корея, Соединенные Штаты Америки И даже Индия, поэтому безусловно нам есть что сказать Промышленность Я, конечно, соблюдаю регламент Максимизирую информацию Которую можно поделиться Промышленность тоже развита Это у нас и флагманы И тот же БелАЗ, который дважды включен В книгу рекордов Гиннеса И каждый десятый трактор Произведенный Каждый десятый трактор в мире Он произведен в Беларуси И, безусловно, нужно отметить, что все эти достижения невозможны Без активного участия Гродинского региона В том числе в создании таких высококачественных продуктов И в развитии этого потенциала Безусловно, в электронике у нас сильные позиции В сельском хозяйстве Гродно регион является всегда в топе В лидерах по производству продукции Сельского хозяйства, агропромышленного комплекса Здесь тоже созданы уникальные условия Для развития бизнеса И государство поддерживает эти инициативы По данным Госдепартамента Мы вторые по экспорту молока Третьи по экспорту сыра Поэтому у нас действительно хорошие позиции Учитывая, что мы занимаем лишь 0,15% всей территории суши Мировой И по населению мы тоже 0,15% от всего населения И такие позиции занимают Это еще раз подчеркивает Эффективность ведения бизнеса в нашей стране И возможности для дальнейшего развития Нефтехимический комплекс Тоже здесь сильная позиция у Гродинского региона Безусловно нефтехимический комплекс Четверть производства Составляет в Республике Беларусь Поэтому здесь тоже отличные условия Ну и конечно же инфраструктура Как подчеркивалось, что логистический комплекс В Гродинском регионе Это сильная сторона И безусловно здесь даже созданы условия Для дальнейшего развития Тоже мультимодальный комплекс ВСЭС Гродно Инвест Это отличный пример для дальнейшего развития Завершая свое выступление Постарался кратко подчеркнуть Что Республика Беларусь Заинтересована в сотрудничестве с иностранным бизнесом Что у нас созданы все предпосылки И что мы с вниманием и ответственностью Относимся к каждому инвестиционному проекту Предложению И готовы оказывать все необходимое содействие И на примере такого успешного региона Как Гродно, Гродинская область Это еще раз подчеркивает о заинтересованности В эффективном взаимодействии Позвольте пожелать всем участникам форума Плодотворных дискуссий Новых контрактов И успехов в дальнейшей деятельности Спасибо Большое спасибо Уважаемый Михаил Олегович Немножко в продолжении темы То, что вы нам озвучили презентацию Относительно мирового рейтинга Республики Беларусь 38 место Хотелось бы отметить Видимо с уверенностью сказать Что может быть Гроднинская область Благодаря Гроднинской области Этот рейтинг будет двигаться В более ключевых и передовых направлениях Мы всячески будем этому Сподвигать и стараться По крайней мере Гроднинщина И думаю, что Видимо, самой важной Одной из ключевых сил И направлений двигателей Этого процесса Является наше малое и среднее предпринимательство Поэтому Ключевую Такую генераторскую Инноваторскую идею Которая играет в нашей республике Это республиканская конфедерация Предпринимательства Которая оказывает всяческое содействие Для стимулирования и развития Нашего малого и среднего бизнеса Развитие частных инициатив И благодаря этому Конечно, активная работа Ведется нашей конфедерации И на уровне регионов И за пределами республики Беларусь Уважаемые коллеги Позвольте с приветственными словами К участникам форума Пригласить председателя Президиума высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Корягина Владимира Николаевича Здравствуйте, уважаемые коллеги Позвольте приветствовать вас От имени Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси Куда входят 58 отраслевых и территориальных ассоциаций А в Гродно у нас две ассоциации Ассоциация предпринимательства И союз нанимателей Активнейшим образом работают Так же как и отделение Белорусской торгово-промышленной палаты У нас очень много работы впереди Поэтому я хотел бы начать выступление С вручения официального Нашему уважаемому губернатору Владимиру Васильевичу Национальной платформы бизнеса Беларуси 2018 Которую 30-го получил наш президент Александр Григорьевич Лукашенко И вот мы вручаем всем ветвям власти В электронном виде это все выслано И нам предстоит вместе и иностранным инвесторам И белорусскому бизнесу И властям много поработать Чтобы наш деловой климат Был интересен, привлекателен И для бизнеса И для наших уважаемых инвесторов Которые проявили к нам внимание Из 18 стран И хотят от нас услышать Позитивные новости Позвольте Дорогие друзья Надо сказать что Следующий слайдик пожалуйста Следующий мы прокрутим У нас много есть европейских партнеров И сеть Европейская сеть Где 700 представителей В разных странах мира European Entrepreneurs Network Стала одной из самых больших Информационных деловых сетей Мы являемся одной из 600 мировых точек Распространения информации То есть любое предприятие Может войти в эту сеть Бесплатно Европейский союз избрал Нашу организацию Для этого И конечно же Я предлагаю нашим предприятиям Гродненского региона Войти в эту сеть Это очень выгодно И вас увидят предприниматели Практически всего мира Потому что все континенты Сегодня присоединились К этой сети По 17 видам деятельности И по 14 видам деловой активности У нас сегодня В деловую сеть конфедерации Входит 40 тысяч Активных субъектов Хозяйствования Это и члены ассоциаций И институты И технопарки И субъекты малого предпринимательства Входят в отраслевые ассоциации Территориальные Инкубаторы бизнеса Конечно много нам необходимо сделать Мы так как бы распределили По трем видам сервиса Потому что очень важен Вот на примере предприятия В Гродно Тайфун Вначале мы помогли Хорошему польскому предприятию Опробировать свою нужную продукцию Это строительную химию После этого проинвестировано 10 миллионов евро И здесь в Гродно Открыто предприятие Тайфун Которое выпускает Хорошую качественную продукцию Вначале они были импортерами Теперь они инвесторы Но они перешли в следующую роль Они экспортеры Они экспортируют продукцию В различные страны мира И страны Евразийского союза Без таможен Поэтому вот эта роль переходящая Она очень характерна Для экономики, для бизнеса Поэтому мы приветствуем Эффективных и импортеров И экспортеров И инвесторов И здесь роль играет Конкуренция Качество И нормальное партнерство Среди партнеров Конечно Любая ассоциация Оказывает услуги И любая из наших ассоциаций Здесь в Гродно И торгово-промышленная палата Оказывает такие услуги Чтобы как можно меньше Наш партнер Потратил времени, ресурсов А быстрее приступил к делу К деловым проектам Конечно Наши 11 направлений работы От улучшения делу климата Это диалог бизнеса и власти До работы с молодежью Это создание многочисленных Акселераторных площадок Инкубаторов бизнеса Все это в Беларуси проходит Вместе с нашими зарубежными партнерами Конечно Мы предлагаем нашим Уважаемым партнерам Направление Что выгоднее делать в Беларуси Мы стоим на пороге Да мы уже включились В цифровую трансформацию Бизнеса Экономики Наши города Все планируют стать Смарт-городами И Минск И Гродно Здесь немоверное количество Работы Нам необходимо в Беларуси По нашей программе ИТ-страна Которая создала деловое сообщество И одобрена властью Создать и переосносить 2 миллиона рабочих мест В ИТ-секторы За ближайшие 10 лет Только тогда мы сможем Достить ВВП страны Более 100 миллиардов долларов Как это делать? Мы знаем Надо вместе работать Бизнесу, власти Нашим партнерам, инвесторам И инвесторы Могут много нам подсказать Не только деньгами Но своим опытом Своей инфраструктурой Мы создали представительство В разных странах И в Латвии И в Германии И в Соединенных Штатах Америки В Китае И в Иране Работаем на территории Этой страны И также готовы Инвестировать в эти страны На прошлой неделе В Польше состоялся форум Креница Гурска 28 раз Мы ни разу его не пропустили На следующей неделе Будет форум Довго Пилсе В Белостоке Пройдет форум В ближайшем время Европейский форум Куда нас приглашают Мы едем туда С предложениями Не пустое представительство А реальная работа Интересная для партнеров Я только что приехал Из Байкала Мурской магистрали Якутии Где строил Четыре гидростанции И с удовольствием Увидел Что все объекты работают Но еще больше работы Предстоит в кооперации С Российской Федерацией Специальное соглашение С Министерством иностранных дел Позволяет нам Активно работать С дипломатическим корпусом И Белорусский дипломатический корпус Нам помогает Конечно Многие наши мысли Высказаны В национальной платформе Впервые мы опубликовали Выступление президента 22 декабря На встрече с предпринимателями Именно там президент Александр Григорьевич Лукашенко Сказал Что если бы сегодня В Беларуси был 100% частный сектор Я был бы вечный президент Действительно Президент сегодня Делает ставку на частный сектор Но нам очень важны Государственные предприятия Реформированные Хорошо управляемые И в этом отношении Конечно же Подчеркиваю Нам предстоит много работы Мы об этом будем говорить На секциях И значит Самой разнообразной секции Хочу пожелать вам всем Успехов Здоровья Сил К той интересной работе Которая нам предстоит Вместе Большое спасибо Большое спасибо Уважаемый Владимир Николаевич За теплые слова В отношении Гродинской области В частности Уважаемые участники Пленарного заседания Мы здесь услышали Действительно Очень Добрые слова И пожелания В отношении нашей области Понимаем И гордимся тем Что у нас Действительно Передовой регион В отношении Инвестиционного И образовательного И гуманитарного И конечно же Туристического потенциала И безусловно Всех нас Собрала И объединила Несменно уникальная Гостеприимная И открытая Для всех форм сотрудничества Хозяйка нашего форума Гродинская область Гродинская область Это история Больших побед Больших успехов И новых И надежных перспектив Уважаемая Елена Александровна Вам слово Дорогие друзья Нам сегодня 10 лет У нас Юбилейный Инвестиционный форум Я убеждена Вы все хотите знать Что сегодня И вообще чем наполнен Достаточно такой Огромный Длительный временной Примежуток 10 лет А в принципе Друзья Это тем Что сегодня летает У нас в области Здесь на форуме И здесь в зале Это деловой риск Деловая открытость Инвестиционная свобода Сумасшедшая Ваша бизнес-инициатива Бизнес-идеи Уверенные результаты Партнерство Фортуна И безусловно Успех Друзья И это Не случайно Считаю Я думаю И вы с этим Согласитесь Что регион Сегодня является Примером Умной Экономической Модели И он основан На активном Привлечении Инвестиций И создании Комфортных Условий Для развития Бизнеса Вы можете Решить Что это слова Но наш регион Сегодня известен Делом И поэтому У нас Есть не успех А история Наших успехов Успехов Межрегиональных Торговых Инвестиционных Успехов Наша с вами Совместная История В одной из самых Маленьких По территории Регионов Республики Беларусь Сегодня Реализованы Уникальные В масштабе Страны Проекты Мирового Уровня С именами И инвестициями Более чем Из 17 Крупных Стран Мира А это И есть признание Инвесторами Бизнесом Что инвестиционная Политика В области Сегодня Соответствует Практически Лучшим Мировым Стандартам Наша Инвестиционная История Поверьте Научила Нас Ценить Мир И согласие С нашими Партнерами И сегодня Это позволяет Нашему региону Во внешне Торговом Обороте Взаимодействовать Уже более чем Со 117 Странами Мира Благодаря Нашей Истории Успехов Наш регион Лидер И он Сегодня Номер Один По ряду Ключевых Направлений В различных Секторах Экономики Нашей Гродненской Области По итогам 2017 года У нас Наибольший Прирост Инвестиций В основной Капитал Это 27% В том числе В промышленный Комплекс Которым Сегодня Так Говорилось 32 Две трети Всего Объема Насущно-чулочных Изделий Сегодня Производится В Гродненской Области Предприятие Деревообработки Входящее В деревообрабатывающий Кластер Который В принципе Создан Практически С нуля Сегодня Производит Более 50% От республиканского Объема Производства Плит Древесно-стружечных И волокнистых Мы Лидеры По приросту Объемов Валовой Продукции Сельского Хозяйства В стране И этот Прирост 7% А также По ряду Качественных Параметров По урожайности Зерновых Культур Первое Место По урожайности Картофеля Первое Место Сахарные Свеклы Кроме того Мы сегодня Лидеры Живодномоческой Отрасли 99% Объема Производства Детского Питания От республиканского Объема Производится В Гродненской Области Область Старается Создать Такие Условия При которых Людям Хотелось Приезжать В регион И оставаться Здесь Не только Реализовывать Проекты Но и Жить Обеспеченности Населения Жильем Уступили Только Столичному Региону И у нас Самый Дешевый Квадратный Метр Жилья По денежным Доходам На души Населения Уступая Только Городу Минску И Минской Области У нас Наибольший Перерост В сфере Общественного Питания И поверьте Автомобиль У нас Не роскошь А средство Передвижения По обеспеченности Населения Легковыми Автомобилями Обойти Мы Не дали Шанса Ни одному Из регионов И даже Столице Имея Наибольшую Протяженность Границы С Евросоюзом В сравнении С другими Регионами Мы первые Кто реализовали Мечту Любого Бизнесмена Инвестора Туриста Это безусловно Безвизовое Перемещение И результат Не заставил Себя ждать Из общего Прироста Туристов Посетивших Республику Беларусь А это 65 тысяч По итогам 2017 года 33 тысячи Прироста Или более 50 процентов Это Гродненская Область Друзья И все это Не перечислить История Прошлая Наших успехов Это безусловно Цифры Сегодня Цифры Качества Нашей жизни И сегодня Мы лидеры По приросту Балово Регионального Продукта Нашего Региона Мы маленькие Но мы лидеры И мы не собираемся Встанавливаться На достигнутом Нам есть Что предложить И есть возможность Превратить Ваши бизнес Идеи В прибыль 7 чудес света 7 дней недели 7 цветов радуги На седьмом Небе счастье И у нас есть Свои Магические Семерки 7 причин И 7 условий Продолжить Нашу с вами Историю Успехов 7 причин Выгодное Географическое Приложение Близость К крупным рынкам Сбыта Современная Инфраструктура Активный Экономический Рост Кластерный Подход Необходимые Трудовые Ресурсы И безусловно Индивидуальный Подход Каждому Инвестору 7 условий 10 льготных Режимов Свободная Экономическая Зона Парк Высоких Технологий Технологический Парк Для Инновационных Идей Декрет Номер 6 И ряд Других Документов Более 100 Индустриальных Площадок Более 100 Участков Для заключения Для права Аренды Более 100 Площадок Для Реализации Инвестиционных Доковоров Более 100 Тысяч Метров Квадратных Площадей Свободной Экономической Зоне Более 100 Объектов Недвижимости Более 100 Специальностей И профессий Мы готовы Предложить У нас Сегодня В принципе К нашему Юбилею Построен Замечательный Дом Фундамент У нас Есть У нас Есть 7 причин Как минимум 7 условий И с 1 Января 2018 Года Безусловно Мы Достроили И у нас Есть Теперь уже И крыша Это декрет Номер 7 развития Предпринимательства Который Кардинально Изменил И обеспечил Новые механизмы Взаимодействия Государственных Органов И бизнеса Который Минимизирует Мешательство Должностных Лиз В работу Субъектов Хозяйствования И сохраняет При этом Минимально Необходимый Уровень Контроля Со стороны Государства Друзья Всякий раз Когда вы Будете думать Где реализовать Проект Думайте Исключительно О Республике Беларусь О Гродненском Нашем Замечательном Принемовском Крае Будьте Частью Нашего Успешного Будущего